В минувшие выходные дни Православная Церковь чтила Пресвятую Богородицу и День Юславного Рождества. Митрополит Омский Таврический Владимир совершил Божественную Литургию в Свято-Никольском Казачьем Кафедральном Соборе. Для прихожан, отмечавшим еще и юбилей Собора, этот день стал двойным торжеством. Одному из старейших храмов Омска исполнилось 170 лет. 170 лет на служение Богу. В День Рождества Пресвятой Богородицы Свято-Никольский Казачий Собор переполнен людьми. Поклониться Рождеству заступницы рода человеческого пришли прихожане храма, десантники и казаки. Божественную Литургию отслужил митрополит Омский Таврический Владимир. Также он поздравил всех собравшихся с юбилеем Собора. Сегодня все вы пришли отметить этот юбилей 170-летия. Я хочу вас поздравить с этим славным юбилеем. И старайтесь так, как наши предки ходили раньше в храм. Они старались ходить всегда и по воскресным дням, и в великих праздниках, и когда имели возможность. Если мы будем стремиться ходить и приводить своих детей, чтобы причащать их, то для нас будет очень хорошо. И мы будем идти по тому пути, который нас просит идти наш Господь Иисус Христос. Свято-Никольский Казачий Собор – своеобразный духовный центр сибирского казачества. В 1882 году сюда было передано знамя Ермака. Казачество и православие неразделимо. Именно казаки были первыми православными миссионерами в Сибири. Большинство войсковых храмов освящались в честь Николая Святителя. С давних времен в Омском Свято-Никольском Казачьем Соборе благословляли воинов, отправлявшихся на фронт, и служили панихиду по умершим. 170 лет – это большой срок. Это очень по нашим меркам древний храм наш, храмский. Устроили его казаки. В Казачьем Соборе, помимо икон и мощей святых, находятся мемориальные доски с именами солдат, которые погибли при исполнении служебного долга в Чечне и Афганистане. При приходе действует православный спортивно-патриотический клуб «Десантник». Без молитвенной помощи невозможно воспитать достойных воинов, считает руководитель клуба. Поэтому православные десантники стараются не пропускать ни одной воскресной и праздничной службы. Нас учат хорошо относиться к людям, не воровать, вести здоровый образ жизни. Ну и издавна в России воины всегда, когда уходили на войну, все время спереди ходили соседники. Ну и нас тренируем тоже перед боем, крестик, плавают и ходом. За 170 лет в здании храма располагались и управление культурой, и музыкальная школа, и кинотеатр, и органный зал. Только в 1989 году собор был передан Омской епархии. Сегодня в один из самых красивых храмов Омска приходят православные верующие, чтобы помолиться, причаститься и покрестить своих детей. Сегодня в такой великий праздник, и у нас праздничное событие, можно сказать, что крестим внучку. Этот собор как-то так располагает, душа в нем отдыхает. Мы уже младшую внучку здесь уже крестили. Нам как бы здесь, ну не знаю, располагает внучень, такой по-домашнему как-то. Поэтому вот решили и старшую в этом же соборе покрестить. В последнее время множество людей пришли к вере и обрели новую семью именно в Свято-Никольском казачьем соборе. Все больше среди прихожан молодых людей, и это не случайно. При приходе есть воскресная школа и православный театральный коллектив. Ко всему в церкви всегда можно пообщаться со священником, получить добрые советы и ответы на любые житейские вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!